Всем привет дорогие друзья, с вами Намбад. Добро пожаловать на новое видео. Давненько я ничего не записывал и сегодня решил убить двух зайцев одним ударом. Значит, в Мистер Вайвл вышло обновление, тут вроде как что-то там пофиксили, можно плавать теперь. А даже, ну вот я это как раз не проверял. Ну и еще у меня была одна база на обзор. Денис Кракен присылал мне свой сейв. И вот сейчас, как вы могли догадаться из названия ролика, мы находимся на его базе. У него даже целых три базы и в этом видео мы сейчас будем как раз и изучать, что у нас там имеется. Значит, ух, нихрена себе, 957 стрел. Но я знаю, каким образом Денис добыл себе столько стрел, патронов в винтовке зато нет. И 313 патронов снайперской винтовки, офигеть просто. Так, что у нас еще имеется? Значит, день 20. А у него уже 957 взрывных стрел. А как они вместились в колчан, у меня вопрос. Так, мы находимся, я так понимаю, на лесопилке. Так, как тут карту-то открыть на клавишу K. База Дениса одна, на которой мы сейчас находимся, это вот здесь на лесопилке. А вторая где-то вот здесь, по-моему, в городке этих шахтеров, майнеров. И третья вот здесь, по-моему, на вышке. Не знаю, вышка это или что? По-моему, вышка. Так, ну что, поехали. Давайте смотреть, значит. Денис постарался, конечно. Он воспользовался одной не очень хорошей программкой. И поэтому у него так много стрел на 20-й день. Значит, что я хотел сказать. Обновление это, конечно, хорошо. В Мистер Вайвел, вот эмиратор стоит. Но мне чего не нравится, что у меня в игре 30 кадров всего. А я в прошлом-то обновлении, обзоре базы... А, это его гараж, нифига. В прошлом обзоре базы, я когда делал предыдущий обзор базы подписчика, у меня там тоже FPS какал. И я так подумал, что это, ну, видимо, реально из-за игры. Хотя у меня была еще одна версия, то что, когда у тебя много предметов, вот где-то набросано, например, там для красоты кто-то мешки с сахаром, там или бревна раскидывает, то тогда тоже бывает, что FPS проседает в игре. У меня у самого так было еще в прошлой версии до обновления. Блин, тут так темно. Там было у меня то же самое. Я накидал много камней возле базы, думал, я из них потом какую-нибудь дорожку выложу. И у меня ни с того ни с сего начала лагать игра. Так, ну здесь мы ничего такого полезного не видим. Пойдемте посмотрим, может быть, на этой машине и поедем тогда. Там наверняка тоже несколько тысяч пулеметных патронов в пулемете. Так, а что, как я? А, это что, тюнинг, да? Ой, радиостанция-то сюда переехала теперь. Это тот же верстак, только пирон для тюнинга. Так, а тут хранилище запчастей, бампер, турель, там все дела. Ну не хранилище, на самом деле, получается, тут можно их крафтить. Так, машина стоит, ладно, на ней потом поедем. Тут еще пикап валяется, не собранный, да, без колес. Или это специально сделано, чтобы его не угнали? Так, лесопилка, а я не помню, она вообще... О, саперышка. Она вообще менялась? Или она такая и была изначально после выхода обновы? Да, стрелы есть, стрелы работают. Ну-ка, давайте осветим немножко. Ну да, они не особо-то и освещают. Так, зомбарей что-то не видно, а время у нас полночь, да? Надо, наверное, дождаться утра. Вот этот скреп металл давайте соберем, мне кажется, у нас будет побольше фпс. Тут, короче, все куриными заборчиками заделан. Не понял. А, нифига, анимацию переделали. Во, это прикольно. Меня очень бесило из самого начала, это анимация старая. Хрена себе ты, живучий. Че он там ломал? Он пытался съесть Рэйчел. Блин, офигенно, теперь перелезать намного проще. Так, и здесь у нас код. Ну, короче, база чисто загорождена вот этими вот куриными заборами. Че-то тут было, я видел. Что это такое? Придется выключить фонарик, это листик. Ладно, подберем. Может у меня будет больше фпс. Игра, короче, нас... А, ну вот она проблема. Все, я нашел. Игра, короче, нас побуждает лутаться, чтобы у нас было больше кадров в игре. Так, вот сюда надо залезть. Вот она проблема низкого фпс в игре. Мое железо просто не тянет. Так, как сюда зайти? А, подожди, так я тут и был. Только я что-то не увидел там. А, или я сразу вышел, не посмотрел. Короче, что тут в ящичке? Тут шестеренок дохренища на 20-й день. Ну, как мы уже знаем. Это было сделано с помощью специальной программки. Так, где? Где? Вот, тут тоже лут валяется. Да, вот это вот все снижает штуку кадров. Да, у вас просто комп офигевает от такого количества хлама. Давайте немножко соберу. И посмотрим, может у меня реально... О, да, цемент навален. Вот это все. А, сейчас немножко подсоберу. Доски, наверное, тоже попробуем. И у меня должно стать намного лучше. Намного лучше в игре все. Так, все, у меня ничего не лезет. У меня полный инвентарь. Да, ну что-то FPS не особо изменился. Три кадра прибавилось. Тут, короче, много всего. Во, пулеметные патроны. Давайте их прихватим. Мало ли там в машине их мало. Вот еще есть, кстати. Ну, тут, короче, лута дофига. Тут даже нет смысла смотреть. А что это за руда была? Я просто в шахту до сих пор не забирался. Так, нифига бензопил. А, это медь, да, получается? Бинты надо взять. На всякий пожар. Ну, что у нас по еде в воде? Так, у нас усталость. Ну, короче, надо поспать, я так думаю, да? Ляжем здесь спать. Ой, вот здесь. Сейчас утра дождемся и поедем... Сначала еще раз осмотримся утром уже. Эту локацию осмотрим. А потом поедем на другие две базы. Посмотрим, что там. Но тут смысл не в том, что человек там долго развивался. Сам всего добился. А в том, что он просто показал, как можно построить базу. Кстати, а что, генератор до сих пор пашет, да? Надо его выключить. А, типа починили, да, получается? Ой. Пофиксили сейчас проблему со светильниками, да? Я так понял. Или нет? Вроде да, они сразу горят. А вот этот столбик, по-моему, да, тоже загорелся. Ну все, сейчас работает вроде. Это значит, наверное, в последних обновлениях пофиксили. Я особо не читал, что там изменилось в игре. Но мне нравится вот, что анимация перелазивания через препятствия теперь нормальная. Так, у нас еще куча хлама, который никак отсюда не вынесли. Да, так. И мы у нас тут теперь, получается, здесь вот какие-то заборчики. Для чего они тут нужны, непонятно. Может быть, тут какие-то заготовки на будущее. Не, ну тут даже, мне кажется, немножко плавнее пошло. Не так лагает. Да тут дофига лута вообще. Так, ладно, пойдем за тачкой. Короче, пока нет, подлагивает все-таки. Пойдем за тачкой, посмотрим сейчас. Фига, как игра провисает. Просто невозможно. Когда к этому месту подходишь, то все, тут просто... Может, это и гараж такой неоптимизированный. Вот тоже возможно. Тут слишком много всяких... Много объектов. Поэтому... Так, мы можем ехать. 410 литров топлива. Охренеть, просто это как? Тут можно просто теперь не парясь играть в эту игру. Так, тормозим. Можно не глушить даже тачку. Так, мы отсюда выезжаем. Нам надо по озеру спуститься, повернуть налево. То есть вот не сюда налево, а это к бандитам будет дорога, да? По-моему. Это там как раз, где Харви пёсик, да, наш? Харви, Лео, короче. Со своей игрой уже путают. Блин, так, конечно, давно я ничего не снимал. И в The Infected там вышла какая-то крупная обнова. Там надо игру сейчас заново начинать. Там вся карта переделана. Тоже хотелось бы поглядеть, посмотреть. И в Night of the Dead я бы хотел себе базу построить, наконец-то. А то я одну серию поиграл. Пока на этом всё. Интересно, интересно. Ну-ка, можно медведя взорвать? Я никогда этого не проверял. Можно. И не проверил бы, это камень или это тоже медведь. А, он тут мёртвый, да? Уже был. Э, прикол. Можно было, кстати, с пулемёта его попробовать ещё загасить. Вот. Ну его по-любому можно убить с пулемёта. Так, едем дальше. Там, по-моему, ещё один был. Ну-ка. Тормозим. Или чё это? Или это камушек? Или это ещё один мёртвый был? А, нет, это камушек. Вот. Кого? Чего? Кто стрелял? Что это было? Показалось. Так, а я не понял, я туда еду? Я, по-моему... Ну, вообще, по идее, да. Вот по этой дороге, если всё время налево поворачивать, я приеду как раз на вторую базу Дениса. Так. 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 Тормози, тормози, поворачивай. Так, нужно включить свет. Хотя тут он не особо... О, вот, я чё услышал. И прям на дороге. Это был звук вот этого вот события, ивента. Я его дошёл без карты просто, офигеть. Дверь открывай, чувак. Давай, я тебя спасу. Три минуты. Так. Здорово. Так, чуер. Чё-то мне хочет дать, спасибо. Не дай мне good luck. Чё ты мне скинул там такое? О, на собаку! На собаку! Бронежилет! Сейчас, погоди, надо что-то выбросить тогда. Не нужно. Бронежилет на собаку. А где собака, кстати? А у Дениса, наверное, нет собаки. Это же 20-й день. Хи-хи. Ну да. Либо он у него пропал просто. Такое тоже бывает. Чё тут ещё есть? Блин, нифига. И надо, значит, получается вот эти... Вот яблочко, кстати, для компаса. Для квеста. Надо, получается, вот эти квесты выполнять. Эээ, сядь. Сядь. Чё он не садится? Он уже садился сюда. О. Ага, тут пусто. Тут будет 3 семёрки. 4 семёрки, да? Да? Ну-ка. Да. Ну всё, вылезай. Чё тут выйти-то? Ой. Ой-ой-ой. Так, ну всё. Получается, нужно вот эти квесты выполнять. И можно на собаку себе всякие вот эти вот ништяки добыть. Чё-то колёса слишком под землёй. Разработчик, у тебя проблема. Тебе надо тачку немножко повыше сделать. Над поверхностью земли. Так, ну ладно. Едем на следующую базу. Чё-то я заболтался, значит. А-а-а. Погнали. Погнали, погнали. Это чё за стул там стоит? Ты инвалид на кресло какое-то. А, нет. Это ремонтный этот. Чё он тут делает вообще? Для перезарядки, да, получается? Релот-бенч. А вот и база, кстати. Подождя. А, дорога заканчивается. А, ну тогда понятно, почему тут не. В принципе, он возле базы стоит. Видимо, он тут ещё для чего-то нужен. Просто за 20 дней-то особо не успеешь же прям всё тут так отстроить. Ой, тут тоже гараж начинаются лаги. Короче, бросаем тачку здесь. И идём смотреть. Тут куча шкафов, ящиков. То есть, заборчиком обнесено. Тут ещё куриный забор по периметру. А зачем там? Чё, могут кто-то снизу заползти всякие? Волки-медведи. Освещение по периметру сделано. А, ну не совсем везде. Да, вот здесь есть тоже. Тут какая-то калитка. Тут генератор. Так, он заправлен. Включаем. Свет загорелся. Блин, значит, пофиксили этот бак. Тут домик. Везде, как на мусорке, всякие бутылки, камни валяются. Так, тут чего у нас? Запасы руды всяких. Хлам. А, что-то тут написано, я уже забыл. Типа, вы нас никогда не достанете. Тут колесо стоит. Ну, видишь, опять куча лута валяется. У меня начинаются проблемы. Просто жуткие лаги. Но я даже не вижу смысла реально вот это всё лутать. Ну, не лутать, а смотреть. Ага, ага. Такой же стандартный гараж. А там же это, кстати. Туда не зайти, да? Там же комнатка была. Туда никак не попасть, походу. Ну-ка, отсюда. Блин, прикольная анимация, наконец-то. А, вот это вот конченная анимация. Ну, потому что, видимо, высокие преграды он теперь так перелезает. А низкие преграды он перепрыгивает. Вот это офигенно всё-таки. Во, опа, и запрыг... Оп, что это было? М-ка. Но мне она не особо нужна, потому что, наверное, нет патронов. О, можно на крышу гаража отсюда запрыгнуть, наверное. Но я там бывал, поэтому уже нет смысла. Кровать на улице. А что её здесь-то не построить? Или она, интересно, она сюда, наверное, не строится? Здесь, потому что её не вытащить будет. Куча перьев, пусто, верстачок. Такая руда и всякие дела тут интересные. Ладно, всё, пойдём тогда дальше. У нас всё есть третья база, куда можно скататься. В принципе, здесь всё понятно. У нас что там? Жажда растёт. Кстати, а что поесть, попить-то есть что-нибудь, нет? Опа. Так. О! А, он наоборот, по-моему, сушняк вызовёт. Так. Здесь что? Здесь то же самое. Так. А нам нужно что-нибудь поесть, попить бы найти. Стрелы. Да. Ну ладно. А пусть генератор тут, пусть свет горит. Так. А третья база у нас, получается, совсем рядом. Мы сейчас вот здесь. А нам надо вернуться к озеру. И вот на эту вот горку забраться. Где у нас база шахтёров. Итак. Мы спускаемся. Едем по этой дорожке. Потом повернём налево перед озером. Чуть кабана не задавил. Точнее, я бы его и не сбил бы. У меня бы просто тачка перевернулась. Или просто бы разбилась об него. А он был бы цел и невредим. Да что ж такое-то? Машина не хочет ехать в горку. Включим фары эту в этом тёмном густом лесу. Не видно. И всё зависает. Просто капец. Не, мне кажется, всё-таки обновление тоже повлияло. До этого такого не было. И поэтому это одна из причин ещё, по которым... Почему я не буду играть в Miss Survival. В ближайшее время, наверное. Потому что он лагает, зараза. Капец, а как туда заехать? Ладно, хрен с ним. Тормози. Тормози. Всё, не падай. Мы сейчас так залезем. Да что ж такое тут? Невозможно в него играть. Так. Тут опять гараж. Но это всё из-за гаража, возможно, да. Но, по-моему, раньше такого не было. А, у меня просто не было гаража. Всё понятно. Поэтому-то всё и лагает, я так думаю. Ну и что тут за база? Тут у нас генератор, да, стоит. Сюда не украли. Да. Есть топливо? А тут топлива-то нету. Так, ладно. А что тут? Ворота где-то, да, есть. О, прикольно. Прикольная база. На самом деле. Там что, доска? Летает доска. В небе. Тут какой-то зачем-то заборчик непонятный. Так. Ой. Полагает. Так, подожди. А что тут? Кузница на въезде в базу? На базе не хватило места для кузницы, получается. Что-то такое летает. Дробовик. Дробовик. Клам. Ворота. Что-то тут как-то странно построены ворота. Я что-то такое первый раз вижу. Почему? Они выглядят именно так. Да, ё-моё. До туда подходишь и из-за этого гаража начинаются лаги жуткие. Ну, короче. Вот так вот как-то тут все это выглядит. Давайте посмотрим. Тут домик стандартный здесь он был. Тут у нас шкафы. А как туда? А, вот, зайти можно, да? Так, включим свет. Тут у нас вон ружье висит на стенке. Тут кровать появилась. Стол, по-моему, был. А вот стулья... А, и стулья были, да? Угу. Так, кровать. Здесь можно спать. А, она прям вместо этой кровати. Ой, ё-моё, патроны. На винтовку. Ой-ё-ёй, сейчас подождите. Так, доски выбрасываем. Берем Патрики на винтовку. Ой, тут что-то дофига вообще. О-о-о-о! Живем! Всё, достал. Винтовку. Заряжаем. Ещё берём. Всё, огонь. Это что такое? А, это для этой... Для удочки штука. А, нам же надо ещё проверить возможность плавать. Пойдёмте на ближайшее озеро. Ну, тут вроде я всё осмотрел, да? Так бегло. Ну, тут очень много вот хлама ещё валяется. Из-за этого тоже лагает. Ну, там, по-моему, второй ген... А, это эти стандартные генераторы. Так, ну, тут домик был такой. Тоже, наверное, кровать какая-нибудь появилась, нет? Нет, вроде бы не какая-то чёрная печка. Это всё такое. А, ножовка. Короче, капец. Тут с освещением в игре проблема, с FPS проблема. Поэтому я не хочу пока играть. Блин, я хотел свою базу построить. Но какой смысл в этом? Я просто потрачу кучу времени. Построю свою базу. И дальше я всё равно не смогу играть, потому что у меня всё будет лагать. Потому что у меня будет много объектов. Так, как бы мне тут спуститься безболезненно? Ё-моё. Так, там ещё и вода лагает. Ну, капец. А, вот здесь можно пройти. Ага, хренушки. Давай ищем выход. Так, вот здесь можно запуститься безопасно. Теперь идём обратно. Ну что, проверим, как можно тут у нас теперь плавать. Проверим этот момент. И в принципе всё. Посмотрели мы на базы. Да, базы прикольные, не спорю, как бы. Ничего прочих не имею. Просто лагается жутко. Поэтому я не стал там прям каждую мелочь разглядывать. Так, ну что? Мы теперь вроде как умеем плавать. А, клёво. Вот мы так плаваем, да? Подожди, разраб, ты нас что, обманул? И он временно отменил эту возможность. Либо плавать можно только на том озере, которое большое и возле городка. Может быть, надо куда нам гонять? Блин, у меня машина наверху где-то осталась. Ну, сейчас мы за ней сходим. В всякий случай винтовку достанем. Мало ли тут какие звери водятся. Так, и чтобы туда попасть, нам надо как раз вот в ту сторону куда-то будет ехать. Блин, капец. Игра лагает. В неё вообще даже неприятно находиться в этой игре. За эффект, кстати, так не лагает. Это вот, ну, чисто вот сам разраб приворукий, я бы сказал. Но я сам, может быть, такой же. Потому что я сейчас делаю свою игру и не особо там пока оптимизацией запариваюсь. Но я её и не выкладываю в продажу. Да и там играть-то пока не в чего. Не во что там, нечего делать. Но и при этом я, конечно, тоже не парюсь над оптимизацией пока. Но это только пока. До поры до времени. Когда уже можно будет там что-то делать. Сейчас я основные игровые механики сделаю. И потом уже можно будет... Что такое? То уже можно будет заняться оптимизацией. Да что с машиной-то не так? То есть ощущение, что мы тут в болоте каком-то завязде. Э! А, тут ещё и... Ё-моё, а как отсюда выезжать? Она что-то в гору плохо едет. Но это этот долбанный рейндж-ровер. На пикапе такого не бывает вроде. У меня такого, во всяком случае, не было на пикапе никогда. Так, по-моему, мы выехали в правильном направлении. Или нет? Ну, сейчас мы куда-то в сторону лесопилки, по идее, должны будем ехать. И, по идее, где-то слева должен быть поворот. Что-то я далеко уже уехал. Что-то вылезай. Карандаши есть? А, у нас нет карандашей. Так, подожди. Ну, ладно, хорошо. Допустим, я вот здесь выехал, да? Ну, сейчас должен быть поворот налево и озеро с левой стороны. Ну, что-то я ничего такого не вижу. А, ну... Опа. А, ну всё правильно. Вот я доехал до заправки. Значит, где-то здесь налево. Ой, я проехал, получается. Не-не-не, стопэ. Сейчас развернёмся. Где-то здесь должно быть теперь направо. Вот оно, по-моему, это место. Да, вот она дорожка. Как её не заметил, интересно. Пролетел мимо. И что-то я тут хотел узнать. А, озеро. Во. Я уже забыл, что хотел, пока сюда добирался. Так, ну и что, пойдём. Может, надо винтовку убрать? Может, так можно плавать? Да хрен, да нельзя тут плавать. А чё, я же видел. Он вроде там писал, что можно. Ну, короче, либо я вас обманул, либо меня разработчик обманул, либо он нас всех обманул. И плавать здесь нельзя. Ну, чё, напоследок тогда предлагаю отправиться на бандитскую базу и расстрелять их всех с пулемёта. Патронов у нас там. А сколько, кстати, там патронов? Ну-ка, залезай. Клёво. А патронов-то нет. Подожди, а у меня были патроны в этом... В инвентаре. А как заряжать турель? Вопрос. Вот же у меня есть патроны. А их, наверное, заряжать её надо, наверное, в гараже было, не? Чё за фигня? Чё за фигня? То есть я надеялся... Эр... Эр... Это фары. О, да ладно. Можно ездить! Серьёзно? Серьёзно? А чё, это так всегда работает? Или только когда патронов у тебя нет? Вот это прикол! Блин, ну получается никак не зарядить пушку. На ходу можно ехать и вылезать-залезать что ли даже? Нифига себе. Ладно, тогда с винтовки пойдём, сейчас умрём. В принципе, как в прошлой серии. Я же тоже тогда пошёл на этих же бандитов. И меня, по-моему, там и убили. Ну, поживём, увидим. Да чё-то тут со звуками ещё какой-то косяк. Теперь нет ударов, звуков ударов машины об дерево. Но это, по-моему, просто ещё, может, не на всех машинах настроено. Может быть, на пикапе должно быть. А здесь нет. Ой, а патронов-то не так много у меня. Так, одного убил. Опа. Блин, хреново. Нас убьют, скорее всего. Ещё такая стрельба, ни хрена не видно ничего. Вот этот прицел долбанный. Так, вижу одного. Ага, клёво. Так, я в него попал, но не убил, кажется. Ой, у тебя можно так спрятать в эту тачку. Прикол, первый раз такое у меня. Так, минусанул. Ой, ещё один идёт. Патронов мало. А чё я переживаю вообще? У меня много патронов. Да, только не убивают, ничего. Баба. Сейчас будем бомбить этот босс-пост. С лука. Как и Рэмбо. А кто-то ещё с дробовика лупит. Значит, ещё кто-то есть живой у них. Так. Ага, спрятался, зараза. Я не попал, наверное. Надо повыше как-то. О, хорошо влетело туда. Опа, это дробовикон, да? Есть. А, попали. Меня ранили. А, мне даже не досталось. Меня, наверное, бронежилет спас просто. Так, ладно. Где враги? Кто в меня стрелял? Кто-то стреляет с винтовки. Это опасно. Сейчас будем бомбить. Забрасывать. Вот там, по-моему, кто-то бегал. Так, стрелял-то у нас много. Там просто тела отлетают от взрывов. Так, ну что, где вы? Пойдём, наверное, с горы зайдём. А то я не вижу врагов. Ага, вот там кто-то. Так, откуда он стреляет? Может быть, со стороны машины? Так. Ой! Ну, клёво, что? Вот так вот мы и погибли. Доблестно. Даже не видно, кто в тебя стреляет. Вот это мне тоже в мисс сурвайвел не нравится. Нихрена, сколько всего потерял. Это я где? Что-то за фигня. А-а-а, спасите. О, я в шкафу появился. Офигеть. А, тут просто лапета, палатка стоит. Немного неправильно. То есть, ты появляешься вот с этой стороны от палатки. Так, что у нас есть? У нас есть М-ка. Даже патроны в ней остались. Ну вот, как-то так. Это мне тоже в мисс сурвайвел не нравится. Что ты, блин, когда воюешь, ты даже, ну, у тебя нет никаких ощущений, что ты там попал в кого-то, что в тебя там могут сейчас попасть. Ты не видишь там, кто в тебя стреляет. Они куда-то там забегают в пусты. Ну, блин, как-то тут все это не очень. Мне вот изначально это не нравилось. И до сих пор, ну, тут ничего такого в лучшем направлении не изменилось, как мне кажется. Вот. Ну, так мне понравилось. Давно не играл в мисс сурвайвел. В принципе, спасибо Денису за возможность сделать обзор на его базы. Если вы тоже хотите, чтобы я сделал обзор на ваши базы, присылайте мне свои сейвы. Значит, в описании будут ссылки на Яндекс.Почту, на ВК, на Дискорд. Также я тут подготовился к возможному закрытию Ютуба. У меня теперь есть канал на Яндекс.Дзен. И также у меня есть блок на Бусти. В принципе, там тоже будут выходить видосы. Они также будут для всех бесплатны. Единственное, на Бусти у меня будет выходить эксклюзивный контент для платных подписчиков. Там в основном будут актуальные последние новости по разработке моей собственной игры. Ну, и возможно, еще какой-то контент, который не попадает на Ютуб и больше никуда. Ну, на этом, я думаю, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем хорошего дня, отличного настроения, большой удачи и крепкого здоровья. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok